Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Капитан Крым. Хочу высказать сегодня свое мнение и личное суждение по поводу ситуации с платной дорогой. Ну, с трассой М4. И не важно, в Крым эта дорога ведет на юг или обратно. В целом, на своем примере хочу вам все рассказать. В общем, как вы знаете, Автодор в самый разгар сезона недавно отменил скидки по транспондерам. Массовое негодование водителей на эту ситуацию лично я видел под одним из своих прошлых роликов. Автомобилистов понять можно. Никто не хочет платить больше. Многие планируют средства заранее. А оператор, как я предполагаю, подумал, куда же они денутся. Все равно поедут и все равно заплатят. Заработать в высокий сезон пару нелишних рублей, конечно, хочет каждый. И оператора можно понять. Для компании прибыль важнее всего. И вот я, как многие другие, думаю, ну ладно, что делать, надо ехать. Куда деваться? Специально зашел на сайт заранее. Посмотрел, сколько будет стоить вся дорога по трассе М4. И пополнил счет. Думаю, чтобы не дергаться в пути, пусть лучше все будет сразу на счету. Пополнил его на 2000 рублей. Там как раз система мне выдала где-то 1900 рублей с копейками. Еду. Вроде все нормально. Я планировал ехать по полной трассе М4 по всем платным участкам. Но в итоге на платку я зарулил в районе Кореновска. И каково же было мое удивление, когда не доезжая Москвы где-то на 133 километре, я смотрю и на пунктах оплаты машины массово сдают назад. Из коридоров, где проходят только транспондеры. Сразу я подумал, что водители ошиблись. Заехал и мне написало недостаточно средств. Я думаю, почему? Я же вроде пополнил, заранее смотрел на сайте, должно быть все нормально. То есть получается, что мало того, что они отменили скидки на транспондеры, так еще система не дает возможности водителю точно спланировать бюджет поездки. Первая мысль возникла, что компания оператор оба... Именно поэтому я решил назвать так ролик. Думаю, вы со мной многие согласитесь. Судите сами, в пик сезона убрать скидки. Со всеми косяками и ремонтами, сужениями на дороге и всеми приключениями, о которых водители прекрасно знают. У трассы М4 сегодня много недостатков. И вот они делают шаг, который, да еще в конце выборов, вызывает такую волну негодования у огромного количества людей. Или это глупость и бизнес, или это что-то другое, как поднятие цен на стройматериалы и прочее. На мой взгляд, это огромные репутационные издержки. Вот и я хочу у вас спросить, что вы думаете по этому поводу? А в это время на нас со всех сторон льется информация о том, что в ближайшее время всю страну опутает сеть скоростных платных дорог. Неужели вся эта сеть будет вот такая? Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Думаю, мнение тысяч водителей будет очень интересно почитать не только мне, но и тем, кто принимает такие неоднозначные решения. А я буду, в свою очередь, внимательно следить и рассказывать на канале о том, как у нас развиваются платные дороги в стране и не только в Крым. Всем пока, до скорых встреч, ваш капитан Крым. Субтитры создавал DimaTorzok